всем привет привет сегодня мы хотим показать гарден где мы живем рассказать о ценах сколько стоит здесь жилье пройдемся по кругу посмотрим окрестности кардена сейчас мы находимся рядом с риэлторской конторы поэтому было бы удобно если туда зашли посмотрели какие там цены на сдачу жилья в аренду и на продаж это риэлторская компания здесь можно подыскать себе жилье вот у них примерный прайс по жилью вот допустим три комнаты два санузла 108 квадратных метров стоит четыре тысячи юаней в месяц например вот тоже три комнаты два санузла 111 квадратных метров 4 300 все зависит от того какое обустройство квартиры какая мебель и вот две комнаты 2 2 спальни и 2 санузла 80 квадратных метров стоит 3600 вообще я к ним заходила буквально вот недавно и узнавал новые цены на такой же жилье как у нас у нас три спальни два санузла будет стоить 4600 юаней до 4 до 4800 юаней но также есть еще квартиры 2 спальни один санузел и стоимость на и 800 и 800 но это без торга и без коммунальных платежей коммунальные платежи идут отдельно цена за коммунальные платежи 500 800 юаней давайте зайдем в гарден в гардене есть три вахты на каждой вахте сидят охранники везде пропускная система пропуске везде при входе сразу же въезд в парковку именно подземный паркинг до по двору машина не ездит по двору машина не ездит очень удобно то есть вот преградительные сооружения такие стоят чтобы машины дальше не проезжали приходит сразу же такой виднеется красивый фонтанчик очень красивая растительность очень красивая фонтанчик шумит нам этот гарден нравится тем что здесь очень хорошие устройства очень много зелени то что в гардене находится очень хороший детский сад цены на квартиры достаточно демократичные то есть центре такого плана квартиры будет стоить на паре дороже сколько будет стоить центр примерно такая квартира будет стоить я думаю около 10 тысяч мы платим за квартиру 4000 юаней ежемесячно плюс коммунальные платежи у нас выходят около 800 юаней в месяц так наша квартира 3 спальни 2 санузла и большой зал с мебелью до квартиры мебелирована полностью вся техника и наличие снаружи по периметру гардена расположены магазины парикмахерские аптеки салоны красоты спа мы здесь иногда берем молоко молоко далеко не ездить мы здесь иногда берем молоко потому что она близко здесь магазин и выпечки выпечка выпечка в китае особо поля говорит ей нравится вот этот вот вкус надо не знаю мне выпечку и вообще не ем хлеб китае я вообще практически не и мы хорошо вот пойдемте дальше пойдем дальше пошли дальше это кстати недавно открылась мы уезжали на три месяца в россию и этого магазина нет этого кафе не было получается здесь я так понимаю судя по этой пароварки стоит делают пельмени делают это какая-то типа как фабрика здесь шьют постельное белье это аптека это салон красоты это что-то новое здесь хотят открыть все пока не знаем судя по этим может быть продуктовый магазин не факт здесь да здесь это зубная клиника полинки здесь зуб вырывали который считался так это спа 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 так это сотовые телефоны продают связь там симку можно купить я так понимаю это тут что-то тоже непонятно виноводочный магазин был может быть работает не знаю это непонятно все что такое а там мы судя по стиральным машинам там можно постирать вещи так понимаю аптека запах в аптеке такой специфический пахнет травой вот еще аптека получается это еще салон красоты в китае вообще со страшной силы вырастают дома и быстро очень вырастают дома и быстро магазины появляются новые все время вот допустим здесь закрыли продадут его выкупят допустим и откроют что-то новое быстро очень музыкальный магазин здесь приезжает курьерские службы здесь привозят посылки именно стал бау приходишь вот посылки они так вот оставляют и приходит эсэмэс к с названием посылки там имя приходишь здесь получается в принципе удобно чтобы курьер не ждал это вот у них как местного местного фастфуда телек что нравится здесь поле не на эти шарики шарики вкусно да вот этот как тофу что ли туфу это ванну сиски и шарики на ясно так и вот получается получается это вход это второй вход он как ну как считается как маленькая вахта но он практически ничем не отличается от первой вахты здесь мы всегда заходим и заезжаем на мотоцикле здесь заезжаем на мотоцикле и пропуском тоже прикладываем и проезжаем через шлагбаум едем туда прямо и попадаем нашему дому который находится там той стороне 13 дом наш первом доме находится жилищное управление что-то вроде как джек если какие-то вопросы у нас есть мы обращаемся сюда здесь мы вызываем мастера так далее хочу показать макет это макет нашего гордена через этот ход мы только что зашли в гордене 13 домов вот это первый дом где жилищное управление где мы сейчас находимся вот так вот местные гуляют по кругу сейчас мы идем по большому кругу то есть полностью который периметр гардена огибает да по большому да по большому кругу идет вот такой вот пруд он не очень глубокий там в нем водятся карпы местные их подкармливают здесь сразу же у нас на входе детская площадка с детьми гуляют дедушки и бабушки мамы и папы либо работают либо с чем-то другим занимаются посмотреть одни бабушки нянчатся с детьми здесь можно спуститься на парковку также вот на территории находятся такие беседки небольшие изменения до выкопали вот эти вот кустарники здесь были какие-то непонятные вот и прям катя говорит прям было да было красиво сейчас все пусто и некрасиво но я думаю что они очень быстро сейчас все это засадят нормально по малому кругу идет еще один пруд он более глубокий здесь даже дна не видать здесь водятся такие красивые карпаны нас увидели хлопают всеми ртами здесь местность частенько их подкармливают ну и тут еще самые водятся потому что надо здесь кстати бывает что выплывает сон и еще мы один раз тут видели даже да ну и и похоже здесь ее приютить хотят чтобы она здесь жила что сон и рискаются там Давай, не брызгайте. Полька, ну вот, высыпай, наверное, всё это, а пойдём качественно. Вот так! Поль, ну тебе нравится кормить-то, да? Да. Прикольно, да? Да. Везде фонарики очень красивые, вечером они загораются. Угу, вечером всё. Такая обстановка очень красивая. Слушай, ну садик точно начал работать. Садик начал работать, да? Мостики вот такие вот красивые. Здесь люди всегда играют в бадминтон. Потом, не знаю, как это называется, игра, когда пинают воланчик ногами. Ну, вон они играют. Вечером и утром здесь всегда танцуют женщины. Да, в 9 часов начинаются эти танцы, они выходят, разбиваются на две группы. Вот здесь группа. Две, их тут 5, наверное, разных. И причём у каждой группы своя музыка. Своя музыка. Свои движения. Да, да, да. Вот здесь этот, получается, центр гардена. Сегодня целый день дождик льёт. Так, пойдём в садик пройдём. Садик пойдём, покажем. А вот и наш детский садик, куда наши дети ходили целый год. Садик пятиэтажный, на пятом этаже кухня. Группа у Вероники на втором этаже была. Сейчас, не знаю, может быть, на третий, наверное, перенесут, потому что старшую группу перейдёт. У Полины было на третьем. На территории вот такое покрытие, резиновое покрытие на протяжении всего садика. На четвёртом, что ты говоришь? На четвёртом этаже офис и танцевальный, музыкальный зал. Да, танцевальный, музыкальный зал. Вот садик уже постепенно начал работать. Потихонечку начал работать. Видимо, начинает убираться и так далее. Только некоторые группы работают. Вот так мы приходим, отдаём ребёнка. Пока. Пока, говори. Пока. Есть всё. Нига. Нига. Сколько стоит садик? Садик стоит 2500 юаней ежемесячно за одного ребёнка. Но ещё в начале года необходимо заплатить за их одежду и за обучающие материалы. Плюс ещё у садика есть дополнительный корпус. Вот здесь в садике бассейн под навесом. В том году сделали навес. Для этого было без навеса. Да. Садик, это школьный автобус, который возит детей в детский сад. Люди с бассейна идут. Мы как раз приближаемся к бассейну. И посмотрим бассейн. Да, и посмотрим бассейн. Здесь у нас два бассейна. Да, вот детский бассейн. Он около 70-80 сантиметров, если я не ошибаюсь. И взрослый бассейн. Там самая глубокая точка метра 80, здесь полтора метра. По кругу сидят спасатели, смотрят. По посещению стоит 20 юаней. Детский вход стоит 15 юаней. А сейчас я хочу вам показать, насколько близко находится гарден к метро, к метростанции. Это, получается, третий выход. Он как идет не основной, он как идет черновой. Мы его специально сделали, потому что выход ведется на метро. Выход на метро, осторожно. Это, получается, наш дом. Вот так вот выходим мы из дому. Идем вот на эту вахту, получается. Здесь тоже нужен пропуск. Так вот открываем. И тут сидит охранник, должен сидеть. Прошу. Хорошо, надо. Тут должен сидеть охранником. Ну, вместо охранника сидит какая-то девушка в телефоне. Хотя ее там не должно быть. Вот. Идем, идем. И вот, смотрите, сразу же видна станция метро. Станция метро Даши. И до центра, примерно до центра, минут 15-20. Вместо этого дяденька, там тетенька. Тетенька охранник новая. А сейчас мы с вами поднялись на крышу. Посмотрим вид на гарден. Здесь видеозапись идет. О, какая-то вода нечистая. А грязная. Какая-то черная. Черная. Папа теряет отлично. Видна первая вахта, вон видна вторая вахта этого гардена. Отсюда, я думаю, что в принципе все должно быть видно. Как он расположен. 23 этаж. Вот на этом и все. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok